Я очень извиняюсь, потому что я на самом деле задумал такое, я задумал такой спектакль. Спасибо. Сейчас я попробую, я думаю, что... Водичка. Где водичка? Нет, это не актуально. Я вам скажу такую вещь, я сейчас разыграю. Кто скажет, чье это стихотворение, просто, может быть, даже по первым... Ой, он садится, сейчас он, если он скажет. Пожалуйста. Может быть, даже по первым строчкам кто-то скажет. Кто скажет, кто написал это стихотворение, тут же получает диск, тут же просто. А есть они, Коля? Я их вчера не продал все, я не помню. Я вот сейчас сказал, а сам осекся, я извиняюсь. Но, кстати говоря, если даже нет, я приезжаю в Москву, и мы просто с Колей настолько близки, и черноголовка для меня это такой... пульсирующий живой организм, вот, абсолютно живой. Поэтому, если я сейчас пообещаю, передам, возьмите, обратитесь к Коле. Да, с автографом и, может быть, даже с рисунком. Ну, посмотрите, какая вещь. Вообще, какая... Знаете что, сейчас я вот к этому вернусь... Знаете что, а вот это вот... Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами, только облеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий? И третье... Милый друг, или ты не чуешь, что одно лишь есть на свете, только то, что сердце сердцу говорит в немом привете? Владимир Соловьев. Великолепно. Как только... А он же... А я сейчас начал изучать этих слов... Серебряный век. Оказывается, Владимир Соловьев является корнем Серебряного века, символистов. А вот это... А это еще раньше. Но это стихотворение я прочитал, я помню. Когда он был... Я написал песню именно из-за него, из-за этого стихотворения. Взгляни на звезды. Много звезд В безмолвии ночном Горит, блестит, кругом луны На небе. Взгляни на звезды. Между них милее всех одна. За что же? Ранее встает? И рчай горит она? Нет. Утешает свет ее расставшихся друзей. Их взоры в синей вышине встречаются на ней. Она на небе чуть видна. Но с думы углядит. Но взор шлет ответный взор. И нежностью горит. С нее в лазуревую ночь Не сводим мы очес. И провожаем мы ее на небо и с небес. Себе звезду избрал ли ты в безмолвии ночном? Их много блещет и горит на небе голубом. Не первый вставший в сердце в вере. И суетной в любви Не лучезарнейшую всех Своей ее назови. Ту назови своей звездой, Что с думы углядит. И взор шлет ответный взор. И нежностью горит. Боротынский. Вы смотрите какое все. Там все есть. Все есть. Я обожаю. Песня называется «Время уходит». Это был такой эпиграф. Даль там, где солнце выграет века. Небо коснулось земли снега. И малы с ним нам несут облака. Спи пока. Время ушел дик. И каждая точка ты равно ли. Небо соткнет из этих дыр. Оно будто белого голубя. Ждет тебя. А время уходи. Ты бери любую из дальних звезд. Ведь ты еще, наверное, не жил всерьез. Я тебе никто еще не пел с такой тоской. Милый мой, время уходи. Пусть весело бьется звериный мотор. Под пластин крылу небывалый простор. И море внизу будто лужится. Кружится. А время уходи. Оно остается сиреной в ушах. И вдруг цепенеет от страха душа. Но это всего только страх высоты. Смотри, глупой ты. Прямо уходи. Мы любой из дальних звезд. Ведь ты еще, наверное, не жил всерьез. Я тебе никто еще не пел с такой тоской. Уходи. Тебя укачает на звёздной волне Ты будешь доволен судьбою вполне Пока вдруг тихонько не скрипнет дверь Ты мне верь, это время уходит И вдруг почердит обычный рассвет И красными пятнами множество лет В которых ты спишь от зари до дури Ну так выбери, а то время уходи Выбери любую из дальних звёзд Ведь ты ещё, наверное, не жил всерьёз Для тебя никто ещё не плёс такой тосколь Милый мой, время уходи Выбери любую из дальних звёзд Ведь ты ещё, наверное, не жил всерьёз Для тебя никто ещё не плёс такой тосколь Милый мой, время уходи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО